На прошедшем турнире Беллатар 154 Саат Ават в первом раунде техническим нокаутом победил Евангелисту Сантоса, а Фил Дэвис единогласным решением победил Мухаммеда Лаваля, став следующим претендентом на титул Беллатар в полутяжелом весе, которым в настоящее время владеет Лиа МакГири. На прошедшем турнире UFC 198 Рената Майкана раздельным решением победил Зубайру Тухугова, Антонио Рожерио Нагейра в первом раунде техническим нокаутом победил Патрика Каминса, Дэмиан Майя в третьем раунде удушающим приемом победил Мэтта Брауна, Маурисио Руа раздельным решением победил Кори Андерсона, Крис Сайборг в первом раунде техническим нокаутом победила Лесли Смит, Роналдо Соуза в первом раунде техническим нокаутом победил Витера Белфорда, а Стипи Меочич в первом раунде нокаутом победил Фабрисио Вердума, став новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бонусы по 50 тысяч долларов получили Ян Семедейрас и Франциско Триналдо за лучший бой, а Роналдо Соуза и Стипи Меочич за лучшее выступление. Чемпион в легком весе Уилл Брукс уволен из Беллатар, а Виталий Минаков лишен титула чемпиона Беллатар в тяжелом весе. Контракт Брукса подошел к концу, и мы решили не заключать новый. Мы полностью освободим его от обязательств и больше не будем иметь с ним дел, сказал президент Беллатар Скотт Кокер. А решение лишить титула Минакова объяснил его неактивностью. Напомню, Виталий не дрался в Беллатар с тех пор, как провел первую и единственную защиту титула на турнире Беллатар 115 в апреле 2014 года, победив единогласным решением Чейка Конга. После этого Минаков трижды выступал в России в Файт Найтс. Поединок Майкл Чендлер против Патрики Фрейре за вакантный титул чемпиона в легком весе. 24 июня на Беллатар 157. Также на этом турнире состоится дебют Мэтта Метриона против Карла Сеуману Тафа. А главным событием станет бой Квинтон Джексон против Сатоши Ишии. Боец ММА Николай Алексахин дал интервью в Файт ТВ, в котором рассказал о начале и развитии своей карьеры, тренировках с Федором Емельяненко, бои против Бена Аскрина и многом другом. Смотрите на нашем канале. Джон Джонс проиграл 2000 долларов своему брату Артуру и 500 долларов тренеру, делая ставки на бои UFC 198. Джон поставил на Маркварта, Брауна, Белфорта и Вердума, которые проиграли на этом турнире. А чтобы ваши ставки всегда проходили, делайте их вместе с Файт Бэтс. Прогнозы группы на UFC 198 прошли успешно, принеся выигрыш. Вы смотрели Файт Ньюз, самые интересные новости ММА.